Наконец-то новая операция вышла! Ты чё повёлся? Здарова дружище, с тобой Серёга Сайбербанана И в этом видео ты реально узнаешь Когда выйдет операция, какие будут новые режимы, какие будут задания Также какая медалька, сколько стоит эта операция И многое-много интересное в этом видео Поэтому с тебя лайк и начинаем Давай начнём с даты выхода операции Все говорили, что с до вторника на следу выйдет 100 пудов от операции Даже сами комментаторы говорили, рафляно говорили, что это действительно так Так, послушай Меня тут заставляют читать с этой чёрной ящик И написано, что со вторника на следу не выйдет никакого обновления Это так? Я тоже тут читаю с этого чёрного ящика И написано, что никакого обновления не будет Тысяча процентов, что обновления не будет со вторника на следу Не-не-не, никакой вторник, никакой среда Обновлений можете не ожидать Простите нас, пожалуйста, мы ничего поделать с этим не можем Воу-воу-воу, вот это актёрская игра, пацаны это стоит того. Ребята отработали свои деньги на 250%. Но аудитория-то схавала, ты понимаешь? Сто пудов, говорит, не выйдет со вторника на среду. И такие все «А как это так? А что это такое? А как он подмигнул? А как он сделал?» И все понятно стало, пацаны, да? Как будто операция выйдет. На самом деле, это обычный рофл. Никто не собирался им говорить, когда она выходит и так далее. Они просто зарофрили. И сейчас такие «Знал бы про нас Моргенштерн! Вот бы где! Реально надо было бы пиариться и как это нужно было бы делать!» Так что, ребят, в двух словах. Сейчас в Америке праздники. Какие именно? Я точно не знаю. Вроде День Благодарения. Там они идейку хавают. Короче, до выходных они все будут сидеть дома. Они прямо сейчас все сидят. У них пандемия и так далее. Прямо очень все жестко. Поэтому не будет операции на этой неделе, еще раз повторю. На следующей? Может быть. Но пока с Дота 2 они до сих пор стригут бабки, в КС-очке тишина. Как только почувствуешь, что просадочка пошла по бабкам, естественно, в Counter-Strike здравствуйте и по новой. Но сразу переходим к следующей стадии, а именно сколько будет стоить операция? Могу тебе так сказать. Они жадные! Жадные прям до мелочи! И раз кейс стоит 200 рублей, открыть кейсик, сраный кейсик 200 рублей, то, скорее всего, операция будет стоить минимум 1020 рублей. Почему именно минимум 1020? Потому что они у тебя хрен уже продадут меньше, чем за тысячу. Курс ты видел, где какой? Я сам в шоке на самом деле. Хоть я получаю с Ютуба бабки в долларах, я все равно не рад, что курс вот такой жесткий. Поэтому, ребят, 1100-1200 рублей средняя цена данного пропуска будет стоить. Что будет в этом пропуске? Давай поговорим об этом. Да-да-да, мы разговариваем про операцию, но я тут еще скинчиков поднял. Сейчас расскажу, где. Сегодня пройдемся по сайту hellstore.net. Тут есть два режима игры. Первый это coinflip. Это подбрось монетку и шансы примерно 50 на 50. Как у тебя, так и у твоего оппонента. А вот классик, это чем больше у тебя банк, и ты его вольешь, тем больше вероятности забрать абсолютно весь куш. Но сегодня мы пройдемся как раз по coinflip. Давайте выберем персонажа, который хочет со мной сразиться. Так вот, за 11 баксов, парнишка, а подобрать можно? Подобрать можно. Погнали. На секунду, монеточка. Под конец забрали. Ну и, конечно же, как же без подарков для тебя. Залетай на сайт hellstore, вводи промокод сайбербанана, и забирай промокодик ровно на 60 центов. Испытай свою удачу. Давай. Ссылочки в описании. То, что вот ты сейчас видишь на экране, якобы сливы и так далее, это полная хрень. Это обычный фотошоп, и никто тебе точно не скажет, что там находится. Могу смело сказать, Valve ленивые жопы, поэтому никакие брелки ты на гранаты вообще даже близко не увидишь. Знаешь почему? Да потому что это невыгодно. Самому... Вот тебе стикеры, они налепят нормально. Вот тебе нашивки каких-то команд, они налепят. Да, это будет по кайфу. Но вот чтобы что-то добавить в саму Counter-Strike, ты что гонишь? Они даже специально говорят, вот тебе мастерская, вот там нам что-нибудь запили, а вот тогда мы это добавим в саму Контру. И ты с этого получишь. Они даже карты не делают. Ты понимаешь? За них уже все... Они просто стригут бабки. Ты пойми это, братиш, и никаких брелков они делать точно не будут. Я вроде тебе это донес. Летим дальше. Че-то внутри операции будет в плане каких заданий. Мне кажется, я тут немножко импульсивно, конечно, говорю, но я хочу тебе донести именно самую суть, что никто в Counter-Strike за последнее время не сделал ничего особенного, кроме как чуть-чуть сюда, чуть-чуть там подкорректировать. Хотя, внутри операции, скорее всего, будет тот самый ретейк, новый ретейк режим. Я видел, говорил уже шок про это, что они якобы ковырялись внутри самой Counter-Strike и нашли вот эти самые ретейки. Я верю ему, потому что они там, ну, как они сами себе пытаются делать, они много всяких режимов делали, и раз они это нашли, значит, это точно в ближайшее время добавят. В операцию? Не знаю. Но, скорее всего, да. Потому что нововведение, это интересно людям, и это они действительно добавят. Дополнительно будут обычные задания. Убей снегива, убей там с АВП, ноу-зума, может быть, суквой смок, но всякое-то дерьмо, которое было в расколотой сети, где ты побыстрячку отстрелялся за неделю, получил свои какие-то ништяки, и все. Может быть, какие-то добавят снова вот эти вот, новые вот эти, канвал, там вот еще вот такое. Да, это, скорее всего, будет, и чтоб ты там снова крафтил, снова им заливал бабки, разводил ли тебя на деньги, и прочее-прочее. Короче, операция сделана для того, чтобы высосать из тебя как можно больше денег. Да, за это ты получишь медальку. Медалька будет, естественно, как и золотая, наверное, серебряная, бронзовая, ну, как обычно, да, это все происходит. Расколотая сеть, мне, кстати, медалька очень сильно понравилась. Вообще зачет. Здесь, скорее всего, будет какая-то снежинка. Вот она, снежинка будет, блестит сильно, снежинка потертая, снежинка, желтый снег, там, и так далее. То есть, чуть-чуть желтоватая, чуть-чуть блестящая, немножко растаявшая, примерно вот так будет снежинка выглядеть. Это вот новая такая вот будет медаль. На самом деле, это все рофлы, поэтому никто не знает, что именно будет, но я бы, я бы заценил это. Заценишь ли ты? Напиши в комментариях. Как я уже сказал, Valve ничего не делают, им постоянно все подгоняют, они просто это адаптируют под себя. И в этот раз Frostbite карту сделали им, и они будут ее добавлять в Danger Zone. Danger Zone, я не знаю, кто еще катает, дружище, в комментариях напиши, катаешь ли ты в Danger Zone. Я лично не катаю, это для меня действительно скучно и неинтересно. Но, как так придется, Frostbite, там появилось много карт, все, в Valve, на самом деле, ничего такого особенного. Миссии будут, ты их выполнишь в этом Frostbite, и хрен, ты потом на эту карту зайдешь, она тебе вообще не нужна. Плюс еще, у кого слабые компьютеры, у них просто этот Danger Zone не тянет, и смысла тогда в этом никакого. Поэтому, карта новая есть, смысла в этом нет, пройдешь пару миссий и закроешь этот нахрен Danger Zone. Поэтому летим к следующему сочному нововведению, которое будет здесь. И это высасывание бабок из тебя. Что я имею в виду? Я имею в виду новый кейс, где люди будут все открывать и ждать каких-то новеньких скинов у себя в инвентаре. За счет чего кейсик будет стоить поначалу дорого, ты захочешь его открыть, потратишь деньги, в итоге ничего нормального не выбишь, выбишь синеву, разозлишься, купишь еще, и, короче, в общем, денег у тебя нет, нормальных скинов нет. Но это хорошее время для меня, потому что я буду на своих трансляциях открывать эти кейсы, буду стараться что-то выбивать, крафтить, и много-много ютюберов буду делать то же самое. Поэтому контента будет море, будет интересно для тебя, но советую тебе сразу, если ты кейс выбил, продавай его, это хороший буст, это стонг, или как он говорится, стонгс, короче, денежки тебе в карманчик будут, и просто похолди, не покупай звезды, ни к чему это хорошим не приведет, просто купи операцию, проходи миссии, по времени там, раз в неделю вот это все выполняй, и сразу продавайте кейсы. Я тебе говорю, у тебя будет хороший приток бабок, но не открывай их, серьезно, ты сольешь весь свой банк. Чудом каким-то кто-то может и выбьет что-то в этой операции, кстати, в прошлой операции там и гунгниру кто-то выбивал, и так далее, но поспрашивал у своих друзей, у всех, у них получилось полное говно, синева и так далее, ничего интересного они из этих канвалсов и прочего не выбили. Выбил ли что-нибудь ты? Мне тоже интересно, с прошлой операции напиши в комментариях, что ты там выбил? Синеву тоже, да? Тогда мы с тобой похожи. Ну и давай теперь поговорим на тему, стоит ли покупать эту операцию в конце концов. Я вот только что буквально тебе сказал, что да, операцию нужно купить обязательно. Будет она стоить в районе тысячи, как я сказал, чуть-чуть больше тысячи. И важно очень, не покупай там звезды, только купи операцию, проходи миссии, сразу же продавай предметы, которые ты получил на торговой площадке. Это будет действительно выгодно для тебя, и ты реально окупишься. Взяв, к примеру, прошлую операцию «Расколотая сеть», я, конечно, конечно, я же покупал всякие звезды и так далее, я понял, что это нет никакого смысла в этом, ну, исключительно только для контента. И я окупил операцию полностью, полностью окупил операцию, которая была у меня куплена, даже со всеми звездами, которые вообще это все крутил-вертел, я окупился. И я уверен, что в этой операции все так же окупится. Это выгодно, поэтому вкладывай, подкопи сейчас, там, не покупай пирожок в школе, лучше сэкономи, либо бензинчик лишний раз, там тоже не заправляй, тормози, тысячу рублей приготовь, операцию покупай, я ее буду покупать на своих трансляциях. Естественно, я буду показывать, что я там сделал, какие миссии прошел, также много-много нововведений, которые только что вышли в Counter-Strike, тоже расскажу. Там, кстати, какой-то радар новый вышел, якобы там, где слышно, не слышно, там что-то у Гитлайта видел. Про это пока не знаю, ничего точно, еще пока не прочухал, поэтому, дружище, спасибо тебе за просмотр, желаю тебе удачи, желаю тебе хорошего настроения, хороших новогодних тебе происшествий, только смотри, аккуратно, братиш, отдай все долги до Нового года, чтобы в следующий год прийти уже чистенький, высказать, братан, здорово. Ну и еще, подпишись на канал, поставь лайк, напиши в комментариях вообще, что ты думаешь по этому видео. Это было простое разговорное видео, специально для тебя, потому что я знал, что тебе это зайдет. Все, пока-пока, и посмотри вот это годное видео. Там, кстати, пушка. Пока. Пока.